Современный город Фессалоники просто удивителен. Два миллиона жителей. Две тысячи лет назад Павел проповедовал Евангелие. В этом самом городе перевернул мир с ног на голову. Именно об этом мы поговорим в этом выпуске. Оставайтесь с нами. Добро пожаловать на мировое влияние и в Грецию. Я нахожусь в прекрасном портовом городе Фессалоники. Это второй по величине город в современной Греции. Но даже во дне Павла это был большой город. Говорят, что здесь проживали 200 тысяч человек. Это место находилось на перекрестке миров. И Павел приехал сюда, чтобы проповедовать Евангелие. Сегодня мы поговорим о нашем призвании изменить мир. Я назвал тему «Сила надежды для изменения мира». Везде, куда приходил Павел, он проповедовал о помощи и надежде. Он отреагировал на видение, в котором человек из Македонии просил его прийти и помочь им. И Павел принес помощь, послание о надежде во Христа. Надежде вечной, надежде на то, что и ваша нынешняя жизнь будет изменена. В этой программе мы будем учить вас быть распространителями надежды. Мы, последователи Христа, призваны делиться надеждой с миром, которая отчаянно нуждается в ней. Этот мир в депрессии, ему очень нужен Иисус Христос. Если во время программы у вас возникнут какие-либо вопросы, то позвоните мне или зайдите на наш веб-сайт. Я хотел бы услышать вашу историю и помолиться о том, чтобы надежда Христа придала вам сил. Это удивительный город, окружающий этот залив. Я представляю, как Павел смотрел на этот портовый город, и его сердце стонало внутри. Прежде всего, из-за осознания греха в этом городе. А сегодня я хочу, чтобы вы поняли, что Бог призывал нас делиться Иисусом и Его надеждой с нуждающимся миром. Только посмотрите на эти красоты, на панораму этого города, которая раскидывается с этих гор. Бог послужил вам. Я очень рад, что нахожусь в руинах древнего Эфеса. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Я вернусь через минуту, и мы поговорим о силе надежды для изменения этого мира. Никуда не уходите. Университет Орала Робертса представляет Медиа Саммит 2019. 21 и 22 мая город Талса, Оклахома. На этой двухдневной конференции вас ждут дискуссии и обсуждения с топовыми лидерами индустрии, а также секционные занятия для лидеров церквей, служений и технических команд. Специализированные занятия улучшат медиа, продакшн и профессиональные навыки. Надежда — это больше, чем идея или абстрактная мысль, и больше, чем мимолетная эмоция. Американская ассоциация психиатров определила, что надежда — это верить в то, что что-то позитивное, что сейчас не находится в вашей жизни, может материализоваться. Надежда вместе с отчаянием, беспомощностью и депрессией являются психическими конструкциями, создающими настроения, которые могут сформировать устоявшийся взгляд человека на жизнь. Теория о подсознательном мышлении считает, что ваш мозг использует эти конструкции для обработки информации даже при пассивном размышлении. Иными словами, ваш мозг чувствителен к вашему восприятию будущих событий, и он подсознательно работает над их осуществлением. Если отчаяние и беспомощность концентрируют разум на пассивных мыслях, то надежда заставляет мозг искать позитивные решения, и он их находит. Следовательно, несознательные мысли определяют курс вашей жизни. Ученые выяснили, что эти конструкции даже способны менять биохимию нервной системы. Исследования ААП с 2001 по 2003 год показали, что психически больные, которые получали плацебо и обнадеживающие слова доктора, выздоравливали лучше, чем пациенты с настоящими лекарствами и негативными прогнозами. У пациентов, получающих обнадеживающие прогнозы, понижалось давление. У пациентов-физиотерапевта улучшалось дыхание и работа сердца. У наркоманов в реп-центрах были не такие сильные ломки и лучший показатель по выздоровлению. Надежда может даже блокировать боль эффективнее морфии. На макроуровне надежда может менять биржевой рынок, способствовать инновациям и исследованиям и даже сажать врагов за стол переговоров. Надежда имеет в себе силу, чтобы изменить мир. Сегодня мы находимся в современном метрополисе Фессалоники в Греции. Мы продолжаем разбирать серию «Призванные менять мир». И сегодняшнее послание называется «Сила надежды для изменения мира». Мы поговорим о надежде и ее способности менять ваше сердце, вашу жизнь и весь мир. Из деяния апостолов мы знаем, что Павел изменил мир. Он был великим стратегом и хотел принести Евангелие Иисуса всему известному миру того времени. Он чувствовал призвание менять мир, чтобы люди поняли силу Евангелия и поверили в Иисуса Христа. Когда Павел покинул Филиппа и отправился в Македонию, он сделал несколько остановок на пути, но в итоге прибыл в этот город Фессалоники. Фессалоники был стратегическим городом. Павел служил здесь не случайно. Он понимал, что это митрополис очень важный для Евангелия. Фессалоники находились на Виа-Игнации, или Игнациевой дороге. Эта дорога проходила от Рима до Константинополя и была главным связующим звеном между Западом и Востоком в Римской империи. По ней шли армии и торговцы, и многие из них останавливались именно здесь. Фессалоники стали огромным митрополисом с населением более 200 тысяч человек. Именно в этом городе Павел проповедовал об Иисусе Христе. Он проповедовал о надежде. Писание говорит, что он проповедовал здесь только три субботы подряд. И благодаря всего лишь трем субботним служениям в синагоге, Бог основал в этом городе прекрасную церковь. Многие евреи пришли ко Христу, а также многие греки поверили в Иисуса как своего Спасителя. И как было в Эфесе и в Филиппах, и здесь служение Павла очень расстроило людей. Писание говорит, что люди начали бунтовать против Евангелия, пытаясь остановить то, что Бог начал делать в Македонии. Считается, что именно у Иосона остановились Павел и Сила, пока были здесь, в Фессалониках. Пока Павел был здесь, он проповедовал послание надежды и перевернул мир. После его проповеди все изменилось. Давайте посмотрим 17 главу Деяний, 6 стих. «Не найдя их, Павла и Сила, там они потащили Иосона и других братьев к городским властям. Эти люди устраивают беспорядки по всему миру, а сейчас пришли и сюда», — кричала толпа. Его послание было простым. «Иисус пришел в мир, умер на кресте, воскрес из мертвых, вознесся к Отцу и скоро придет опять. Он — Мессия, и Он — ответ на многовековые молитвы. И в нем мы можем быть спасены». Это простое послание принесло силу и надежду отчаявшемуся миру. Павел пришел в Македонию, потому что в видении к нему пришел македонинен и просил о помощи. Павел чувствовал, что этот человек нуждается в послании о надежде, которая принесет ему свободу. Надежда — это огромная сила. Многие считают, что вера — это всего лишь понимание того, что все станет лучше и приведет к позитивному концу или будущему. Павел знал силу надежды. Мартин Лютер говорил так. «Все, что сделано в мире, сделано надеждой». А Билли Грэм говорил по этому поводу следующее. «Человек может прожить всю жизнь без секса. 75 дней без еды, 10 дней без воды, 6 минут без кислорода, но невозможно долго прожить без надежды. Мы с вами призваны Богом менять мир, потому что мы должны быть сполны надежды и распространять ее в мире». Мы не можем прожить эту жизнь, не изменив мир. Бог призвал нас нести разницу и переворачивать этот мир, приносить надежду туда, где ее нет. Американский президент Вудроу Уильсон однажды сказал, «Вы здесь не просто для того, чтобы жить. Вы здесь для того, чтобы мир стал жить полнее, с большим видением, с чувством надежды и желанием достигать. Вы пришли в этот мир, чтобы обогатить его, и вы обделяете себя, если забываете об этом поручении». У нас с вами есть предназначение. Надежда дает нам силы терпеть. Когда другие падают и сдаются, надежда в нашей жизни помогает нам терпеть и двигаться вперед. В первом послании Фессалоники Цем 1 главе 3 стихе Павел написал, «Постоянно помня о делах вашей веры, о труде, который вы совершаете по любви, и о вашей стойкости в надежде на нашего Господа Иисуса Христа перед Богом нашим Отцом». Их стойкость в служении Христу была вдохновлена их надеждой на вечную жизнь и на силу Иисуса в этом мире. Послание к евреям 10 глава 23 стих гласит, «Будем непоколебимо держаться исповедание о вере, которая дает надежду, потому что тот, кто обещал нам, верен». Когда другие останавливаются и падают, надеющиеся на Христа продолжают держаться. Там же в послании к евреям, сказанное Моисеем, «Верой он вышел из Египта, не боясь гнева царя». Он вытерпел все, как человек, который видел перед собой невидимого». Павел мог видеть дальше видимого мира и надеялся на невидимого Бога. Надежда дает нам возможности и в мире, который находится в отчаянии. Наша надежда на Иисуса дает нам возможности принести разницу, изменить собственную жизнь, иметь вечную жизнь в Иисусе Христе. Послание к римлянам, 8 глава говорит, «В этой надежде мы спасены, но надежда не бывает направлена на то, что уже видимо. Если что-то уже видимо, то на что же надеяться? Мы надеемся на то, чего не видим, и терпеливо этого ожидаем». Мы ожидаем терпеливо. Надежда — это огромная сила, и она помогает нам терпеть. Сегодня мы говорим о том, что надежда может изменить мир. Служение Павла в этом городе, в городе Фессалонике, почти две тысячи лет назад изменило этот мир. Бог хочет сделать то же самое с вашей жизнью. Оставайтесь с нами, и через минуту мы продолжим изучение этой темы. Субтитры создавал DimaTorzok Я считаю, что программа экономики управления в Университете Орла Робертса самая лучшая в нашей стране. Если взять тех, кто выпускался со мной, я верю, что это профессионалы высшего уровня, и они найдут себе достойное применение в ближайшие годы. Стандарт превосходства, характерный для этого университета, научил меня лично достигать превосходства. Я не слышал о другом университете, где так бы заботились о том, какие планы я имею на жизнь, и призывали не строить мелких планов. Я мечтатель, у меня есть видение, я предприниматель. Университет Орла Робертса также идеально подходит для студентов в сфере бизнеса. Здесь была построена платформа, на которой я могу строить свою карьеру, свою жизнь и свое будущее. Я научился взаимодействовать со своим видением, чтобы достигать мира всех людей и не строить мелких планов. Думаю, надежда помогает нам менять мир, потому что у нас есть послание с предназначением, которое дает людям смысл жизни. И когда мы приходим к людям с этим посланием надежды, оно может изменить их мировоззрение, их переживания в мире, и дать им такие цели, которых они еще никогда не знали. Я поднимаю надежду в людях, помогая им увидеть большую картину. Я хочу, чтобы они увидели события своей жизни в большем контексте и поняли, что они не одни. Они не единственные, кто проходит через подобное. Это еще не конец. Впереди их ждет будущее. А когда мы поклоняемся, то переводим взгляд себя и своих обстоятельств на Бога. Так мы напоминаем себе о существовании большей силы, которая всегда доступна и открыта нам. И когда я смотрю на свои трудности в свете Божьего света, то это тоже дает мне надежду. Есть и другие практические моменты. Забота о своем здоровье, занятия спортом, здоровый сон, правильное питание, а также важно найти позитивных людей, людей веры, оптимистов, и общаться с ними. Это тоже наполнит вашу жизнь надеждой. Мы не должны пренебрегать своими телами, своими душами. Гонясь за тем, чтобы наполнить свой дух, мы должны помнить о том, что наша душа также нуждается в отдыхе, в здоровом сне, в покое, а наше тело в хорошем, здоровом общении с хорошими людьми. Сегодня мы говорим о том, что надежда может изменить мир. Мы находимся в Фессалониках. Это удивительный метрополис и прекрасный портовый город в Греции. Павел прибыл сюда 2000 лет назад и проповедовал о надежде. Эта надежда перевернула мир. Иисус умер, вознесся на небо и вернется снова. В первой части программы мы говорили о том, что сила надежды помогает нам терпеться. Давайте продолжим. Во-вторых, надежда имеет силу, потому что она утешает и очищает нас. Павел проповедовал Фессалоникицам о том, что Иисус вернется. Его послание было таким сильным, что ему пришлось написать им второе письмо, чтобы объяснить, что Иисус придет не завтра. До этого должно произойти еще много всего. Это послание так охватило фессалоникицев, что они поверили в то, что Иисус вернется. И это дало им огромную надежду и радость. Эта надежда стала для них утешением, особенно в случае с теми, кто уже отправился в могилу. Один из моих любимых отрывков в Библии — это первое послание Фессалоникицам 4 глава. Я чаще других использую его для проповеди Евангелия. Давайте прочитаем с 13 стиха. Тут говорится, «Братья, мы не хотим оставить вас в незнании относительно тех, кто умер, чтобы вы не скорбели о них, как скорбят другие, у которых нет надежды. Мы верим, что Иисус умер и что Он воскрес, и поэтому верим, что вместе с Иисусом Бог приведет и тех, кто умер в Нем». Мы теперь говорим вам со слов Господа, что мы, которые будем еще в живых к тому времени, когда придет Господь, нисколько не опередим тех, кто умрет, потому что Господь Сам придет с небес, о чем возвестят громкий клич, голос Архангела и Труба Божия. И умершие с верой во Христа воскреснут первыми, потом и мы, оставшиеся в живых, будем вместе с ними подняты на облаках, чтобы встретить Господа в воздухе, и уже всегда с той поры будем с Ним. Поэтому ободряйте друг друга этими словами. Второе пришествие Христа — это наша вечная надежда, и она ободряет, утешает и укрепляет нас. Надежда способна утешить нас, ободрить и сохранить в нас радость посреди любых условий. Но также наша надежда во Христе способна очистить нас. Вот что говорится в первом послании Иоанна. Дорогие, теперь мы дети Божии, а какими будем, еще неизвестно. Мы знаем только, что когда Он придет, мы станем подобны Ему, потому что тогда увидим Его таким, каков Он есть. Каждый, кто имеет эту надежду на Него, очищает себя, чтобы стать чистым, как Он. Когда мы надеемся увидеть Иисуса на облаках и в славе, соединиться с Ним навсегда, то это мотивирует нас быть чистыми. В тот день никто из нас не хочет опозориться. Мы все хотим посмотреть вверх и сказать, «Вот я, Иисус, я готов отправиться с тобой». Моя жизнь чиста, и я люблю тебя всем сердцем. Надежда способна утешать или ободрять нас. Джон Максвелл сказал, «Там, где нет надежды на будущее, нет силы в настоящем». А Роберт Шуллер сказал, «Пусть ваше будущее формирует ваши надежды, а не ваши обиды». Надежда дает нам силы терпеть. Она утешает и очищает нас ко второму пришествию Христа. А еще надежда помогает нам менять мир. Хелен Келлер сказала, «Надежда видит невидимое, чувствует неощутимое и достигает невозможного». Надежда Иисуса, живущая в наших сердцах, помогает нам менять мир для славы Божией. Когда Павел начал церковь в Фессалониках, когда он начал служение здесь с трех субботних проповедей, он изменил мир больше, чем мог себе представить. Сегодня, две тысячи лет спустя, христианство разрослось по всему миру. Оно растет повсюду. Во всех странах и на всех континентах надежда Иисуса Христа все еще актуальна для этого отчаявшегося мира, который не знает, что принесет будущее. За последние две тысячи лет все страны на земле пережили прикосновение Евангелия. Частью христианства является христианство в силе Святого Духа. Такие христиане верят в силу Святого Духа и в то, что сегодня Бог продолжает делать то, что делал во время служения Павла. Они верят, что Дух Святой живой и реальный и хочет наполнять нас. Бог все еще исцеляет больных, воскрешает мертвых и наполняет нас радостью и силой Божией. Такое христианство переросло все остальные христианские движения. Это самое быстро растущее христианское движение на Земле и самое быстро растущее религиозное движение в мире. Речь об исполненном духом, пятидесятническом или харизматическом христианстве. За последние сто лет эта ветвь превратилась из кучки верующих, жаждущих Бога, которые собирались на улице Азуза, в огромное движение, которое насчитывает 600 миллионов людей. Опрос показал, что на середину 2018 года 683 миллиона человек заявляют о том, что они исполнены Святого Духа. Это приблизительно каждый одиннадцатый житель Земли. Все эти люди наполнены силой Духа и силой надежды. Бог перевернул мир с ног на голову, используя это послание. Общее число пятидесятников и харизматов вырастет от 683 до 795 миллионов за следующие 7 лет. И до 1 миллиарда до 2050 года. Павел был наполнен Духом надежды. Дух Святой вложил в него сильное желание нести надежду страждущему миру, который нуждался в его помощи. Он писал жителям Рима в послании к римлянам. «Пусть же Бог источник всякой надежды через вашу веру наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой». Павел изобиловал надеждой в силе Святого Духа. Я подумал, что когда Павел прибыл в Фессалонике, на нем все еще были шрамы от визита Филиппа. Раны, наверное, были еще совсем свежими. Ему было больно, и, возможно, он даже хромал. Но что-то не давало ему покоя. Дух Святой в сердце Павла давал ему надежду на то, что впереди лучшие дни, а его призвание во Христе реально. То же самое Бог говорит и вам. Второе послание Фессалоникицам, 2 глава, 16 и 17 стихи. Это заключительные слова Павла к церкви в Фессалониках. «Пусть Сам наш Господь Иисус Христос и Бог Отец наш, Который полюбил нас и по благодати дал нам вечное утешение и светлую надежду, утешит ваши сердца и укрепит вас на всякое доброе дело и слово». Бог призвал нас исполняться надеждой через силу Святого Духа. Я молюсь о том, чтобы Дух Святой дал вам надежду в вашей ситуации, чтобы вы могли поделиться ею с другими. Обратитесь ко Христу прямо сейчас. Позвольте Ему перевернуть ваш мир с ног на голову с помощью силы надежды. Скоро все в Израиле изменится. Давайте искать Бога и излияние Его Духа. Это и есть Пятидесятница. На небесах мир и свобода. Кому из вас нужно Божие присутствие в вашей жизни, в вашем служении? Это звук свободы. Церковь помазана, и она чувствительна к Богу. мы церковь Иисуса Христа. Нам нужно идти в мир. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Сила молитвы важна. Наше будущее в безопасности, потому что мы, люди Божии, огонь Святого Духа дан нам, чтобы менять этот мир. не пропустите. Регистрируйтесь прямо сейчас на Jerusalem2020.com Сегодня мы говорили о силе надежды изменить мир. Правда в том, что надежда может изменить ваш мир и вашу жизнь. Если у вас нет надежды и вы живете в отчаянии и депрессии, то я принес вам послание, которое перевернет ваш мир. Вы можете обрести надежду в Иисусе Христе, надежду на вечную жизнь, а также на то, что в этом мире вы можете принести разницу. У вас есть цель и предназначение. Бог призывает вас менять мир. Если вы хотите больше узнать о том, как иметь надежду, то позвоните мне или зайдите на наш сайт. Иисус желает принести надежду в вашу ситуацию. Он хочет принести свет в вашу тьму, поэтому звоните или заходите на наш сайт. На нем вы больше узнаете о нашем служении. Сможете посмотреть другие выпуски мирового влияния. Также сможете поделиться своей историей. Я хочу услышать, что Бог делает в вашей жизни, помогая вам менять этот мир. Павел менял мир, потому что его переполнял Дух Надежды. Дух Святой всегда связан с Отцом Небесным, а наш Отец оптимист. Он видит будущее и знает, что лучшее еще впереди. Если мы полны Святого Духа, то нас должен переполнять оптимизм и надежда. Надеюсь, что в нашей жизни все именно так. Молюсь о том, чтобы Бог помог вам делиться этой надеждой с окружающими. Иисус вернется. Это было главным посланием Павла Фессалоникицам. Иисус возвращается. Мы можем на это надеяться, и эта надежда поможет нам выстоять. Убедитесь, что ваше сердце готово к встрече с Иисусом. С вами был Билли Уилсон. Сегодня мировое влияние побывало в Фессалониках. Мы говорили о том, что мы призваны менять мир и о силе надежды в исполнении этого задания. Спасибо, что помогаете рассказывать миру об Иисусе. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом Университета Орла Робертса, всемирно известного христианского университета в Талсе, штат Оклахома. Узнайте на нашем сайте, как получить диплом по одной из 65 профильных дисциплин в онлайн-режиме или стационарно. Наш университет гордится тем, что поддерживает движение духа по всему миру через Конгресс Empowered 21. Получите более подробную информацию об этом и других запланированных мероприятиях на веб-сайте, который указан на ваших экранах. Также вы можете попросить нас о молитве, поддержать это всемирное служение или поделиться своим свидетельством по телефону, который сейчас на ваших экранах.